здравствуйте сегодня я покажу как пользоваться нашим инструментом трехмерной разметки на примере каких-то реальных боевых задач что мы здесь видим и вообще в чем цель задания цель задания в облаке точек вот она найти машинки точнее транспортные средства и выделить их и выделить точки которые им принадлежат и нарисовать коробки коробки правильного размера в нужном месте с правильной ориентацией давайте посмотрим наш интерфейс это само трехмерное облако это картинки собранные с камер установленных на машине это фронтальная камера камера которая смотрит левее правее задняя камера точнее теперь там назад вправо назад влево такая первая простая стена точнее не очень простая но объектов на ней немного можно будет рассказать про сам интерфейс так смотрите давайте покрутим облако тут в целом особо ничего не видно тут кстати следует оговориться о нескольких вещах в целом задание довольно ресурсоемкая по отношению к системе скорее всего она не заработает на там windows xp и старых версиях про браузеров операционных систем и может притормаживать так что рассчитывайте свое время если работать некомфортно то может быть и не стоит поехали значит вот наш начальный вид что можно делать можно сделать вид сверху есть горячие клавиши вот они подписаны на облако там ведь сделать вид спереди сзади справа слева на самом деле кроме вида сверху для облака без выбранных объектов никакие другие особого смысла не имеют так давайте посмотрим если тут машинки так вперед нет влево вправо вроде бы нет иногда бывает заборами какие то но нет назад нет назад вправо нет а влево есть вот вот они стоят давайте посмотрим видно или их в облаке развернем туда же камеру вон они вот например судя по всему это вот уж точно машинка да видите тут лучи пробили через открытый через открытые ворота и попали кажется что вот на эту машинку кстати следует оговориться понятно что разрешающая способность камеры намного больше чем разрешающая способность лидара это вот та штука которая делает лучи и выделяем мы именно лидар а не камеру так что придумывать не надо выделяем те места где те машинки на которых попали точки на которые не попали не выделяем поехали я нажал control и левой кнопку меньше появилась коробочка вот теперь появляются кстати вот смотреть коробочка появилась вот она далеке какие-то точки попали на машинку но судя по всему там есть чего улучшить давайте приблизимся к самой коробочке красные точки это точки которые попали в коробку синие точки это окрестности можно повертеть причине осуществляется при нажатой кнопки мыши если нажать shift мы начинаем перемещаться по сцене но эту логику можно инвертировать это была бы такая большая просьба от пользователей нашего прошлого интерфейса если нажать эту кнопку то логика будет инвертирована то есть по шифту мы крутим сцену без этой кнопки по шифту мы крутим сцену без шифта двигаемся по ней кому как удобнее так ну поехали значит вот теперь у нас появляются давайте извините так вот есть основные три типа контрола начнем с базовых вещей вот потом перейдем ко всем остальным это режим трансфер активируется по кнопке t и по ним на нем в нем можно двигать саму коробку в разных стороны красная стрелочка зеленая стрелочка вверх вниз это синяя стрелочка также можно двигать целую плоскость вот видно что желтенькая это как бы плоскость отвечающие за x и y то есть движение по земле не попали и двигаем ну аналогично другие плоскости а также можно двигаться мышкой мышка двигает но лучше всего это делать все в проекциях поэтому чуть позже так есть другой режим режим с это режим скейла то есть можно взять какую-то грань там по цветам разберетесь в процессе довольно быстро и двигать менять размеры коробочки и есть режим ротейт ну то есть вращать это стрелки то есть вот стрелка которая будет вращать полка горизонтали и по вертикали соответственно если машинка наклонена вращаем по вертикали а по горизонтали про чаще вращать чаще всего придется ну поехали так очень важно давайте эту коробочку поставим нормально но видно что мы видим про эту машинку видно что она обращена куда-то вот от нас значит я обычно делаю так я ставлю вид сверху один приближаюсь тут я прав немножко испортил потому что обычно коробочка выбирается стандартного для машин размера ну поправим выбираю допустим ротейт и вращаю коробочку кстати это можно делать не обязательно мышкой но и клавиатурой то есть тонкая настройка и клавиатура приветствуется нажимаю обратно т трансфер и перемещаю и перемещаю коробочку давайте еще р и чуть-чуть подправим с размером я очевидно не угадал его там до этого сломал возвращая на скейл просто правлю чтобы было как как было вот ну примерно так похоже но что сразу видно что есть и красные и синие точки то есть скорее всего что-то мы сделали не так давайте возьмем сделаем вид справа например вот ну или слева чтобы она нам стояла да кстати давайте сверху это желтая стрелка указывает направление то есть куда смотрит машинка с направлением нам бы хорошо бы угадать это грубая ошибка вот мы выбрали его правильно и так давайте вид справа и вот и что мы здесь видим так давайте перейдем на режим скейла обычно выберем коробку да кстати мне сейчас неправильно выбирался выбиралась проекция потому что коробку не выбрал я по ней не кликнул продолжаем так значит я делаю вид справа лучше наверно слева так будет удобнее на скейле он удачно находится и я в целом правлю просто высоту все вот у меня точки более-менее попали могу в целом мог бы наверное поправить и высоту над землей но наверное не стоит так что тут надо отметить что тут нам повезло коробочка точки хорошо попали на машинку могло не повезти то есть на самом деле может быть так что мне очень хорошо мы знаем положение камер относительно машины машины относительно камер также если бы мы например в этот момент подпрыгнули на кочки они бы гарантированно не сошлись поэтому важное правило мы обводим точки лидарном облаке они картинка нам дана для информации в общем наверное все там дальше будут еще некоторые штуки с управлением вот например ну видно что там еще стоят три машинки давайте их выберем попробуем обвести значит вот важно еще забыл чтобы выйти из режима редактирования коробки нажимаем kill вышли теперь мы можем ставить еще одну новую поехали так значит делаем сверху приблизим к ней ну потому что видно что это скорее всего машинка и вот кстати видно что мы видим коробку сильно выше поставили давайте поправим rotation в целом когда надо его сильно править я использую обычную мышку когда не очень сильно то клавиатуру и как-то вот поставили ну потому что направление правильно бампер чтобы попал примерно следующим видно что только одна красненькая точка остальное все синяя сделаем так вид какой нам здесь удобнее справа ну видно что да во-первых и угол неправильный и положение коробки неправильно то есть скорее всего там какой-то наклон относительно нас ну правим правим я обычно такие вещи клавиатуры делаю вот видно что да вот она где-то там судя по всему это капот ну наверно правильно еще бы наверно можно поправить rotation чуть-чуть вот как-то так нет ну кстати все равно синий а это уже соседи машина все вот такое качество вполне приемлемо то есть на дальних объектах даже если там немножко разойдутся коробочки ну наверное мы это учитываем так какая еще удобная вещь если можно поставить новую коробочку выйдя из этой и ставим коробку control кликаем но она не очень удобная кстати вот список всех детекций это была третья удалим ее вот а если мы в этот момент находимся в режиме редактирования коробки нажимаем control следующая коробка поставится с тем же направлением но это удобно наверное мы с какой-то следующих версий вот кстати вид спереди сделаем вот какой-то из следующих версий мы сразу поправим сделаем так чтобы высота и угол оставались прежними наверное это осмысленно поэтому пока руками все мы на самом деле довольно далеко мы не знаем ее точный размер можно не менять размеры по умолчанию более-менее вот поехали дальше и еще раз так сделаем вид давайте спереди поправим и видимо сдвинем чуть-чуть проще сделать вот нормально так все там что-то у нас находится ну давайте посмотрим сейчас мы выберем следы вот и вот этот объект является ли эта машинка или нет ну давайте проверим конечно скорее возможно это стена хотя вон является машинка ее правый бок удивительно так что там за синие точки да надо подправить высоту ротейшин наверно правильный тут ничего нельзя можно нельзя наверняка сказать нажмем кул вот они кстати все наши машинки на этой картинке выделены что еще давайте попробуем другие конечно места потыкать ну то есть сразу же разметка бывает это может быть сложный ну и если я научиться хорошо делать довольно выгодный так давайте-ка кажется что поправить такой же сделать как у остальных и опустить по высоте на что-то наверное я с углом переборщил так слева будет удобно делать и угол правим вертикальными клавишами то есть вот этот вот кивок он клавишами верхних нравится на сути чем да попали так ладно дальше кажется что уже выдумывать нет смысла вот с этим облаком и можно зафиксировать прокликаем на всякий случай нажать вот там 456 детекций целом ушла на это видимо не очень много времени учитывая всю болтовню в особенном наверно довольно неплохой результат так все давайте к следующей сцене да тут кстати была вот такая нажмите чтобы продолжить выполнение заданий это особенности лаки она иногда теряет фокус автоматически вы не возвращает например когда инструкцию открывает кстати в этот раз не произошло или там другую вкладку в общем если столкнетесь это значит что толока потеряла фокус на картинке и надо просто кликнуть в любом месте и все продолжится кажется довольно удобно так вот это поинтереснее сцена в целом боевых заданиях будет время побольше чем 17 минут так что я тут буду меньше говорить больше выделять так вот тут есть прям много чего выделить так что да давайте попробуем вложу если я в 15 оставшихся минут давайте начнем вот отсюда так вот тут важный момент смотрите я не не в ту сторону смотрит коробочка чтобы не вращать можно просто взять и развернуть так дальше мышкой мы это делаем правило я смотрю на точке вроде нормально так с высотой не угадал не тоже не угадал просто высокая кстати вот еще один важный control я могу в режиме допустим ее перемещение нажать shift и вместо перемещения она будет вращаться то есть ну не надо переключаться в режим вращения многим это удобно ну не удобно вот поехали дальше вот эту выделим чтобы сразу по направлению много не менять приблизим да кстати сделаем приближение удобнее в какой-то момент похоже так это удобнее делать на виде слева четверочка что за синие точки не относится к машинке куст или знак или что там еще похоже наверное так все дальше мы видим ничего уже не видим за ней так давайте посмотрим дальше вот какой-то грузовик вот он можно легко проверить эту гипотезу что это именно грузовик так сразу развернем детекция сделаем вид сверху тут нам явно нужен скейл за желтенькие потяну вот он так как минимум так давайте сделаем вид справа да он явно повыше да это вот тот грузовик тут муж по желтой коробочке все так удобно ориентироваться я бы советовал это делать какие-то точки не попали наверно с тех которые нам хотя наверно все правильно все нормально это какие-то деревья столбы и так далее не выдумываем лишнего с грузовиком стоит машина или даже не одна машина сейчас мы выделим и поймем ну тут наверное можно придумать что здесь между ними еще одна машина стоит возможно так и есть но точек нет поэтому выделять их тоже нет смысла вот кстати еще важно смотрите а нет нормально я бы мог я сначала подумал что мы опустили слишком низко но потом посмотрел увидел что здесь бордюр скорее всего все нормально можно сориентироваться по грузовику и посмотреть стоит ли грузовик на земле или нет ну собственно синие точки попали до грузовик кстати тоже стоит ниже земли так надо его выделить чуть чуть ниже земли вот давайте-ка мы его поднимем поставим приблизительно на землю то же самое проделаем с этой машинкой ну тут по грузовику будем сориентироваться ага тут идеальная точность естественно недостижима но насколько это возможно так за грузовиком как минимум стоит газель можно подвигать вот тут одна машина судя по всему вот эта вторая тоже на него смотрит и и и и ой развернуть развернуть ну а на газель с очень сильно что-то не попало . давайте проверим вот какие то есть я позже что они сейчас на склон холма попадут какой нибудь так да это вот по коробочке видно что это склон так что удалим ее и вернемся тем машинкам надо видно ну да вот большая газель на . не попался вот и выделить и сверху вот и выделите сверху да сзади нее видимо вот это еще как минимум стоит вот здесь как раз вот она газель вот как дело обстоит на самом деле ну да и вот точки которые видимо от земли уже пошли газели обычно пошире бывают ну вот они зелененькие вот они попали на газель и и такое это лучше чем чего вот вот он ряд . газель так поехали дальше время то немного осталось так что поехали . проверим что все на этой сцене разметил вот же они на другой камере на этой никого нет на этой никого нет на этой вот машинка стоит и да и у нас сейчас мы ее выделим у нас останется немножко времени чтобы если у нее есть точки чтобы отметить все справа я буду же меньше говорить можешь делать вон она судя по всему да видно да что она ниже земли получилось поставили теперь поставили на землю вот она как на нас смотрит так и вот так все похоже надо все точки газели попали в коробку коробка похоже на правду нормально все давайте теперь 7 минут и довольно много объектов посмотрим успею ли я ну даже если не успею наверное я это видео удалять не буду так то в принципе мы конечно больше места время дадим поехали начнем с какой-нибудь одной явной чтобы сориентироваться где она стоит тут забор вот так 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 мне наверно сейчас в любом случае придется закончить потому что скорее всего коллеги попросят попросят выйти из переговорки так что видео идет до этого момента так вот здесь кстати развернем ее чуть 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 не упустил момент надо как-то придумать как-то визуализировать в целом кстати нормально а нет вот еще можно придвинуть чуть-чуть вот здесь непонятно что забор что машинка но тут наверно все таки машинка так вот наверно лучше нам поехали так сосед этой машинки ну из-за забором из-за забора то что там сетка рабица вот мало . попадает ну что делать сейчас уже троплюсь но как обычно мы такие задания оплачиваем пропорционально количество объектов так что на самом деле тропиться то не стоит так кто-то смотрит на нас в другую сторону там аналогично здесь подозрительно а это мы от другой машинки вот не знаю непонятно кто они принадлежат никто и давайте попробуем так да там сзади просто еще одна стоит и смотрит она в другую сторону теперь понятно стало и это ее бампер я вот периодически переключаюсь между объединением мышкой и не мышкой так удобнее ну чаще всего надо догадываться конечно просто по семантике что происходит ну то есть тут я выбрал точки да точно не успею лучше расскажу тут я выбрал точки которые не стал поднимать коробочку потому что по картинке видно что они кроме как на верхнюю часть машины попасть не могли вот и учитывая их расположение вот типа вот так вот да видно то скорее всего они попали на лобовое стекло так и попробуем да да а вот это смотрит в другую сторону это видно на изображение сделаем вид сверху все наверное я бы еще раз вернул шифтом проворачивает быстрее чем переключить режимов много разметил так нажмем q и вернемся к редактированию давайте может быть удобнее вот на этом виде будет это делать нет наверное еще вот пару машинок туда так развернем повернем это так похоже классно то есть из-за столба из забором это мало не все попали и соседнюю выделяем тут видно да то есть эти синие точки попали то есть дорога дорожная то есть по высоте мы видим видно что небольшая машинка впрочем как и это да кстати чуть не забыл в этот раз показать что надо бы тоже правильно выставить но здесь нормально так хорошо так теперь давайте на вид сзади переключимся ну и сколько успею таких случаях я уже по картинке ориентируюсь когда . не попадает так ну и вот раз два три неправильно сделано было сначала развернуть одну поставить и потом уже править ну ладно вот ну надо говорить что конечно боевых заданиях мы делаем мы ставим сейчас на выполнение нового задания как раз на вот подобные случаи но я думаю что если бы я это делал для себя я все равно успел так ну на это время кончилось обидно конечно на самом деле можно было еще и те вдали сделать но вот получается 22 детекции по за 15 минут вот наверное без болтовни ушло бы меньше оплачиваем мы примерно так у нас базовая ставка и за каждую правильно обведенную детекцию мы выплачиваем бонус еще один цент ну как то так вот три не успел все спасибо если что можно писать в нашу службу поддержки мы стараемся отвечать спасибоimmt спасибо и и вот и и и и Продолжение следует...